Мы говорим о профилактике заболеваний на Кубани. Сегодня наш собеседник, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Краснодарского края Михаил Гузьмин. Михаил Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем вот с чего. Какова эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае с инфекциями, передающимися половым путем? Ну, если в целом рассуждать, то эпидситуация достаточно благоприятная. У нас на протяжении последних пяти лет идет проградиентное снижение количества заболеваний указанной группы. Однако, тут есть некоторые особенности учета заболеваемости. Если брать такое грозное, к примеру, как сифилис, то наши цифры даже опережают среднероссийские показатели. С учетом того, что у нас курортная зона и 17 миллионов отдыхающего населения, помимо жителей Краснодарского края. А вот если брать следующую генерацию, такую, как гонококковая инфекция, хламидийная и так далее, там не совсем так однозначно, потому что, если можно так сказать, несовершенен учет заболеваемости в силу большого количества частных практик, смежных специальностей и так далее. Но общая цифра достаточно благоприятна. А за счет чего достигается снижение уровня заболеваний? Ну, прежде всего, конечно, это мероприятие первичной, вторичной профилактики. Первичная профилактика – это вот те программы здоровья, которые проводит Министерство здравоохранения. Ну, вот, вы знаете о них, да, это… Давайте расскажем о них. Давайте. Есть очень много программ Министерства здравоохранения. Они направлены, конечно, исключительно там на профилактику эффекции передаваемым половым путем. Они носят более широкий характер, который потом в конечном итоге сказывается и на демографические показатели территории Краснодарского. Это вот кардиодесант, конко-онкопатруль, там, будьте здоровы и так далее. Они призваны вообще скринингом выявлять заболеваемость среди жителей Краснодарского края для того, чтобы это было все на ранних стадиях с возможностью профилактики или ранних мер для принятия, ну, каких-то действенных. А дерматовенерологическая служба Кубани участвует во всех этих мероприятиях в разрезе, конечно, наших полномочий, в том числе возможностью выявления и профилактики тех инфекций, о которых мы сейчас с вами ведем речь. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали – это как любой эпидемиологический инфекционный процесс, то есть здесь просто специфический механизм передачи сексуально-трансмиссивной инфекции. А так он подвержен всем тех же законам инфекционных патологий, которые имеют место, ну, к примеру, при гриппе или каких-то других инфекциях. И здесь, конечно, своевременное привлечение половых партнеров, возможность расследования эпидемиологического очага, участие в выявлении соответствующих заболеваний на разных стадиях, начиная от тотальной вассормонизации, то есть обследование людей при попадании в лечебное учреждение, при направлении к смежным специалистам. Вот это мы видим результат деятельности Министерства здравоохранения Краснодарского края. Давайте поговорим о ранней диагностике, насколько она важна. И есть ли такие пациенты, которые затягивают с лечением, возможно, там, в силу каких-то личных причин, там, ну, не знаю, природной стеснительности, например? Ну, безусловно. Ну, начнем с того, что особенность течения современных болезней, передаваемых половым путем, на современном этапе, не современных, а на современном этапе, заключается в том, что многие из них не имеют ярко выраженной клинической картины заболевания. Вот если раньше мы привыкли, да, что, там, к примеру, при сифилисе это появление, там, первичной сифиломы, твердого шанкра, там, при гонореи это было, там, резкие выделения и так далее, то есть то, что сразу заставляло человека обратить внимание на нарушение состояния своего здоровья, то сейчас дебют многих заболеваний идет со старта или в стертой форме, или в каких-то субклинических проявлениях, которые не особенно беспокоят. И в силу того, что у них нет, соответственно, выраженных клинических проявлений, понятно, человек не всегда отдает должное своему состоянию. Это раз. Два. Обычное человеческое состояние, когда, знаете, психологические этюды, само пройдет, но подожду, а вдруг это случайность, там, и так далее. Конечно, это все накладывает отпечаток, с одной стороны, на позднее выявление этого заболевания, а с другой стороны, на эпидемиологию процесса, потому что в этот момент, как бы вступая в какие-то интимные контакты, безусловно, заболевание продолжает распространяться. Поэтому это все. Вы задали вопрос, вот насколько имеет значение раннее выявление заболевания. Вы знаете, вся медицина говорит о том, что чем раньше выявлено любое заболевание, не обязательно инфекции передоваем по его путем, чем раньше начато лечение, тем больше, безусловно, успех этого лечения, по той простой причине, что не будет возможности для этих инфекций распространиться, там, вглубь организма или дать какие-то, там, побочные эффекты и так далее. Безусловно, это очень значимо. Поэтому как раз вот эти мероприятия профилактической направленности имеют, на наш взгляд, решающее значение. Но вы сказали об общих мероприятиях. А какие мероприятия проводятся именно вот по вашей направленности и как они проводятся? Ну, первое, это вот то, что мы говорим, наше участие в мероприятиях, проводимые в Министерстве здравоохранения. А второе, это наш основной род профессиональной деятельности, там, где мы расследуем эпидемиологическую составляющую распространения этой инфекции, привлекаем, соответственно, партнеров к обследованию, привлекаем к лечению людей, у которых выявлено заболевание, проводим профилактические меры для людей, находившихся в контакте. Нет, во-первых, заболевание развивается не сразу, есть так называемый инкубационный период, который может колебаться от 7 дней до 4 месяцев. И есть определенные меры профилактики, которые позволяют не допустить возникновения этого заболевания, если начато лечение именно в момент инкубационного периода. Но все-таки дерматовенерология – это вот что-то ближе к интимным проблемам, интимного характера? Венерология. Да. Как нужно общаться с пациентом, на Ваш взгляд? Нужно ли более внимательное отношение к каждому из них? Ну, Вы же прекрасно понимаете, что вообще обсуждение интимных вопросов всегда носит какой-то определенный характер доверительности. Если пациент не расположен к беседе с врачом, открывая некоторые свои тайны, конечно, это будет затруднять и диагностику, и возможность тех профилактических мер, о которых мы говорим и так далее. И вообще, не я, это еще древние считали, что врач сначала наполовину должен быть психологом, а на вторую только половину – врачом. Гиппократ говорил, если пациент ушел от врача, ему не стало легче, к врачу пора менять профессию. Да. А как Вы считаете, у нас современные люди более просвещены в этих вопросах? Ну, нет ли той боязни, как вот раньше, в лечении? Я думаю, ответ на вопрос носит достаточно двоякий характер. С одной стороны, информационные массивы, которые в средствах массовой информации, пресловутый интернет и так далее, они достаточно мощно информируют население о путях проявления, о возможностях лечения и так далее. А с другой стороны, на мой взгляд, они же несут и обратную черту этому явлению. По той простой причине, что они не всегда полноценно правдоподобны и вызывают моменты, которые наоборот препятствуют. Вы знаете, вот там, ну, к примеру, написано, что первичный сифилис с момента заражения появляется там твердым шанкром. Пациент имел незащищенный контакт, не знает с кем, смотрит, твердого шанкра нет, значит, сифилиса нет, о чем можно вести речь. А потом уже, когда сдает кровь, оказалось, что он имеет характер там первично скрытый или подобного рода состояния. Поэтому тут, с одной стороны, информированность есть, а с другой стороны, неполноценный уровень знаний зачастую приводит, наоборот, к отсрочке этих результатов. Кстати говоря, диспансеризация помогает выявлять ранее? Помогает, безусловно. Безусловно, помогает. И многие элементы помогают. Вот есть закон Краснодарского края о профилактике болезней, передаваемой половым путем, который предусматривает необходимость обследования людей, направляемых, к примеру, на первичные обращения медико-санитарной помощи при госпитализации в стационары по различного рода профилям и так далее, где производится забор крови, забор анализов. Это все является обзорным скринингом, который как раз и дает свои плоды в том, что мы в ранних стадиях можем выявлять. Изменились ли категории больных? Изменился ли возрастной ценз? Помолодели болезни или наоборот нет? Ну, Пушкина, помните, любви все возрасты покорны. Так как это болезни любви, значит, соответственно, все подвержены этим состояниям. Другой вопрос заключается в том, что какая из категорий перечисленных нами людей, какими средствами профилактики пользуются. Вот знаете, у нас есть такой термин о том, что лучшая мера профилактики – это брак осторожности и разума. Вот если преследовать эти две цели, конечно, беспокойств, как правило, не будет. Другое дело, когда асоциальные сферы – раз. Сферы каких-то подверженностей, там, интимных услуг при возможности на соблюдение – два. Третье – нерациональное использование средств профилактики – три. Вот это основные пулы людей, которые как бы больше всего подвержены. Профессионально здесь в меньшей степени, конечно. А так возраст от начала половой жизни до ее окончания, к сожалению, имеет риск распространения этой инфекции. Но у молодежи стало меньше или больше? Так же. Так же, да, ничего не меняется? Нет, ничего не меняется. Если сравнивать с той прошлой пятилеткой, вы говорите, вот на протяжении пяти лет ситуация менялась, снижается уровень заболевания. Если сравнивать с прошлой пятилеткой, какова там была ситуация? Хотите, я вам более радикальные цифры приведу. Вот у нас в этом году была девятая конференция дерматовенералов-косметолов Южного федерального округа, и мы готовили доклад по состоянию венслужбы Кубани вообще. Она была образована в 1923 году, как венерологическая служба, там, соформировались венотряды и так далее. Поднимались цифры отчетов того времени. Вот просто, знаете, чтобы для сопоставления, заболеваемость сифилисом на территории Кубани в 1923 году составляла 1200 человек на 100 тысяч населения. На сегодняшний день это цифра 15,6 человека на 100 тысяч населения. Радикально? Радикально. Но в 1923 году создавались венотряды, которые ездили по городам и весям для того, чтобы именно выявлять больных и привлекать к лечению. Это именно на самом деле во всей России было так. Сейчас те программы, о которых я говорю, которые проводятся Министерством здравоохранения, перекрывают собой необходимость создания соответствующих венотрядов. Это инфекционное заболевание. У него есть свои циклы течения, в том числе биоритм, там, и так далее, и так далее. Конечно, определенные колебательные моменты могут быть. В том числе, вот, миграция населения, вы знаете, там, трудовые мигранты, мигранты по состояниям и так далее. Конечно, это все с собой, помимо, там, трудовых ресурсов, несет и определенные роды болезней, возможности распространения и так далее. На сегодняшний день держим под контролем, вот, на протяжении пятилетки, как я вам сказал, нам удается достичь результатов тех, которые я сегодня говорю. Но, тем не менее, мы не считаем, что на этом можно успокоиться. Все, вопрос закончился. Нет, конечно, все равно мы должны держать руку на пульсе, все равно мы должны продолжать те профилактические мероприятия, которые проводит Минздрав. И все равно мы должны привлекать, смотреть, изучать, пропагандировать, там, и так далее, и так далее. Пропаганда распространяется на молодые категории школы? На всех. У нас есть и специальные выходы в среднее специальное учебное заведение, в высшие учебные заведения, в общеобразовательные школы, для того, чтобы это рассказывать, для того, чтобы объяснить не по интернету, а непосредственно довести до уровня знаний, исходя из той аудитории, ну, точнее, не так, та информация, которую эта аудитория готова принять, а не просто там интернет или какие-то методы широкого штука. Ну да, молодые люди могут сказать, мы так что знаем, все есть в интернете. Вот зачастую так и говорят, а потом, когда начинают пересказывать содержимое интернета, мои остатки волос поднимаются дыбом. Скажите, а появились ли какие-то новые методы лечения этих заболеваний? Сейчас совершенно другой уровень диагностики. Конечно, сейчас уже молекулярно-биологические методы достаточно высокочувствительные. У них тоже есть свои особенности, но это уже удел врача, а не пациента. Значит, соответственно, появились и определенные алгоритмы лечения. Ну, век антибиотиков, как бы возможность тех или иных применения препаратов, которые регламентированы и международным сообществом, и Европейской ассоциацией дерматовенерологов, там ассоциация врачей, лечащих заболевания передовым половым путем. Российское общество дерматовенерологов-косметологов в своих клинических рекомендациях отмечает необходимость тех или иных подходов к терапии заболевания. То есть, с одной стороны, это достаточно регламентированно, а с другой стороны, на наш взгляд, достаточно эффективно работает. Иначе бы вы не имели таких цифр состояния заболеваемости в крае. Как думаете, сможем когда-нибудь вообще избавиться от этих инфекций? Пока существует любовь, мы без работы не останемся. Ну что ж, спасибо за беседу, всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин